Вся Россия, Свердловская область, в том числе и Артёмовский городской округ следили за событиями на Олимпиаде в Сочи 2014. Пришло время принять Параолимпийскую Олимпиаду и по традиции в начале эстафета огня. На площади 1905 года в Екатеринбурге зажегся огонь Параолимпиады, который в этот день по улицам города пронесли 11 факелоносцев. По мнению губернатора Евгения Куйвышева, такое событие, как эстафета, дает возможность не только продемонстрировать богатый исторический культурный потенциал региона, но и обратить внимание общества на необходимость создавать условия для комфортной и полноценной жизни людей с инвалидностью, обеспечивать доступную среду таким категориям граждан. Среди инвалидов много тех, кто, вопреки всем трудностям, находит в себе силы для побед в спорте, творчестве, науке и этим самым вдохновляет других людей. Отметим, церемония зажжения огня уникальна для каждого из 45 городов, где проходит эстафета. Для Екатеринбурга огонь был добыт из пяти металлургических предприятий Свердловской области. Право зажечь чашу, стилизованную под каменный цветок, поручили известным уральским спортсменам-паралимпийцам. Эстафета паралимпийского огня сегодня проходит у нас в Свердловской области в Екатеринбурге. От символического каменного цветка, в котором горел огонь пяти доменных и мартеновских печей, был зажжен этот огонь. Это лучший подарок от нашего промышленного и индустриального региона. Ведь каменный цветок – это символ нашей мастеровитости и огня, благодаря которому рождается уральский металл и уральский характер. Сегодня 100 человек пронесли этот огонь по улицам Екатеринбурга. И мы демонстрировали сегодня всему миру нашу духовную, культурную и спортивное богатство. Паралимпийские игры – это не просто праздник спорта. Это праздник мужества, силы воли и несломляемого характера. Маршрут эстафеты проходил по 12 улицам города. Поддержать наших спортсменов паралимпийцев приехали победители зимней Олимпиады в Сочи – Юлия Осколкова и Антон Шипулин. Для меня очень большая честь сегодня присутствовать здесь и провожать наших замечательных паралимпийцев. Я очень этим буду гордиться, потому что на самом деле, знаете, всегда удивлялся и восхищался этими людьми. Потому что видеть, как они тренируются, видеть, как они находят в себе силы – для меня лично это всегда придавало уверенности и давало дополнительной мотивации. Потому что много раз на сборах мы соприкасались, тренировались вместе. И, конечно, я всегда уделялся их стремлению к спорту, их стремлению к жизни, их стремлению ко всему. И это должно придать всем нам уверенности. Напомним, эстафета паралимпийского огня Сочи-2014 стартовала 26 февраля 2014 года. Она пройдет по 45 городам России, затронув все 8 федеральных округов Российской Федерации. В Урфу одновременно с Екатеринбургом огонь встретили в Ноябрьске, Тюмени и Ханты-Мансийске. Представляющим партнером эстафеты являются компании «Кока-Кола», «Инга Страх», «РЖД» и «Вольцваген Групп Рус». Эстафета завершится церемонией открытия паралимпийских игр на стадионе «Фишт» в Сочи 7 марта. Как известно, в состав российской сборной вошли 8 уральских спортсменов-паралимпийцев.